4 ноября в Сверхказахстанской области с рабочей поездкой посетил министр юстиции Канат Мусин. Он встретился с жителями региона, чтобы разъяснить некоторые законодательные нормы и изменения, связанные с ними. В Казахстанской области в министерство в основном поступают жалобы на действия адвокатов и на судебных исполнителей. С этими вопросами мы смотрим причины и сегодня послушаем, в чем суть этих обращений и почему такое происходит. Но прежде чем ответить на вопросы жителей региона, Канат Мусин акцентировал внимание на одной из существующих в области проблем. Она связана с должниками по алиментам. За 9 месяцев этого года 95 из них были привлечены к административной ответственности за неисполнение судебных актов. Для привлечения к уголовной ответственности в органы внутренних дел направлено 156 представлений. 375 должникам по алиментам выставлен временный запрет на выезд из Казахстана. Есть случаи, когда должники уклоняются от содержания детей, либо скрывают свои доходы, скрывают имущество. Но по всем проблемным исполнительным производствам, а взыскание алиментов судебные исполнители принимают меры применительного характера. А если они этого не делают, то принимаются меры уже книг. Жительница Петропавловска Игири Мадилова пришла на встречу с вопросом про алименты. В момент расстояния брака мы субботами говорили, что он будет опланированно выплачивать деньги за соединение ребенка. Однако в течение года я уже не получаю деньги. Могу ли я получить бесплатную помощь адвоката, чтобы в судебном порядке изыскать алименты? Поскольку вам требуется помощь именно в алиментах, вы права на бесплатную юридическую помощь не имеете. Можете обратиться к адвокатам или к юридическим консультантам, которые вам такую помощь уходят. Кстати, за 9 месяцев этого года в Северном регионе бесплатную юридическую помощь получили 7 тысяч человек. Вернемся к вопросам, которые звучали в адрес министра юстиции. Человек отписывает, он просит, особенно избранителя, не взлетел, так как ему будет негде жить, что ему делать в данной ситуации? Если судебное решение предерно к исполнению, оно однозначно должно быть исполнено. Здесь исключение социального защищения своих населения в течение отопительного периода не могут быть выяснены. Ответил Конат Мусин и на вопросы предпринимателей. У меня на данный момент реализуется моя продукция в пределах Казахстана и зарегистрирован товарный знак с маркировкой на мое имя. Сейчас нуждаемся выходить из-за рубеж реализации. И в связи с этим вопрос, как я могу получить охрану своего товарного знака? Легче всего подать заявку в наши патентные поведения, в институты интеллектуальной собственности министерств и в ЧИТ. Они отработают вашу заявку с патентными ведомствами тех стран, которые вы намереваетесь работать, и вы защиту получите. После встречи с жителями региона министр юстиции провел личный прием граждан. Дарья Пашмынцева, Никита Кузовенков, МТРК. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова